Массовые беговые мероприятия во Владивостоке уже стали доброй традицией. Среди подобных соревнований особенно выделяется полумарафон «Забег». Под таким простым названием довольно непростая задумка, а именно одновременный старт в 15 городах России. Поэтому в Москве, например, бегут ранним утром, пока в приморской столице участники проходят этакое испытание уже ближе к вечеру. Вот уже второй год подряд эти соревнования объединяют разные уголки страны, в которых тысячи людей пробегают большие дистанции. Если быть точнее, это 5, 10 и 21 километр. Большинство участников не рискуют и берутся за 5 километров. Здесь атлеты следовали от центральной площади по Светланской и затем обратно. Путь получается хоть и небольшим, однако для новичков богатым на впечатление. К слову, свои яркие эмоции получили и дети, для которых специально организовали дистанцию в 2 километра. Те же, кто решился пойти на 10 и 21 километр, преодолевали также золотой мост. Здесь участников было меньше, однако они уже могли похвастать своим немалым беговым опытом. Например, победу среди женщин на десятке одержала Наталья Сергеева из Хабаровска. Она дважды побеждала в марафоне «Мосты Владивостока», а также становилась первой на ледовом полумарафоне. Что касается главной дистанции, то победителями в полумарафонском забеге стали Виктория Мячикова и Армен Довтян. Интересно, что Армен в свои 34 года преодолел 21 километра всего за 1 час 8 минут. И это при том, что в среднем в этой категории мужчины потратили полтора часа времени. Но какой бы результат ни показал тот или иной бегун, свою заветную медаль на финише получил каждый. Красивая награда для участников станет отличным напоминанием о своей силе воли. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.